Восемнадцать лет тюремного заключения за помощь людям. Такое наказание отбывает Арона Табек с 2006 года. Уже восемь лет казахский батыр находится в заключении. Все началось с того, что власти решили снести дома в микрорайоне Алматы, Шинрак, обвинив местных жителей в самозахвате земли и незаконном строительстве. Тогда неугодные жильцы встретили полицейских основательной обороной, которая переросла в массовые беспорядки. В результате погиб сотрудник полиции. Имя Арона Табека, как борца за демократию, было уже на слуху. И хотя его вина в организации беспорядков и убийства так и не была доказана, активиста осудили и отправили в колонию особого режима. И мы пришли, чтобы защитить эту землю, защитить этих людей, защитить нас самих и наших детей, потому что наши будущие в этих детях, в этой земле. Поэтому Шинрак, это как позади Москва. Это последний бой. Это мы должны будем стоять до конца. Поэта и диссидента Арона Табека называют политзаключенным и узником совести. Нет сомнений в том, что его многолетнее заключение под стражи – это борьба действующего режима с его оппозиционными взглядами. Ведь Атабек стал широко известен еще в конце 80-х, благодаря участию в движении «Желтоксан». Затем были многочисленные статьи, критикующие политику страны. Они, конечно, тоже не остались незамеченными. Но даже тюрьма не заставила Атабека замолчать. Стихи, книги он продолжает писать и под стражей. Казахстанские правозащитники пытаются помочь ему и другим политическим заключенным, чем могут. Я был недавно в Астане, встречался с послами и руководством делегации Европейского Союза. И понятно, что те лица, которых комитет, которые занимаются политическими заключенными, признал политическими мотивами, конечно, сам Бог велел, так сказать, об этом поднимать вопросы. Я пытаюсь все время поднимать эти вопросы в рамках всех дискуссий. Хорошо, что поднимаются волны, продолжает привлекаться внимание, но моя собственная судьба, к сожалению, продемонстрировала не очень большую эффективность, потому что это никак на мою судьбу не влияло. Поэтому я надеюсь, что в случае с «Инкуравшем» господином Атабеком это как-то повлияет, хотя господин Атабек, соответственно, уже 10 лет в случае за решеткой, и особо каких-то кардинальных изменений в его положении нет. Поэтому привлекать внимание нужно продолжать, демонстрировать свою солидарность нужно продолжать. Прошло 8 лет, о Шанаракской истории многие забыли, но только не близкий Арон Атабека – жена, сын, друзья. Помнят они и о том, что самому писателю уже 60, а впереди у него еще 10 лет тюрьмы – в наказание за борьбу, патриотизм, стремление к демократии. Сейчас в Казахстане Арон Атабек стал народным героем, в честь него называют детей, о нем слагают песни. Имя заключенного в тюрьму Атабека в тоталитарном Казахстане стало синонимом слова «свобода».